привет дорогая семья и сегодня мы идем в следующий урок школы духа который я назвал 7 типов женщин на которых никогда не следует жениться сразу такой маленький дисклеймер да что все названное мной это не говорит о том что это плохие люди это говорит о том что также как и мы говорили в предыдущем уроке насчет мужчин каждый человек способен измениться и мое предупреждение основано на многих годах консультаций и я здесь выдвигаю вещи которые разрушили семьи которые повлияли или семьи не разрушены люди не развелись но это не жизнь это токсичный ад люди продолжают как бы сожительствовать но там нет никакого счастья и мне очень хочется уберечь молодые семьи многие люди спрашивают а почему ты раньше об этом не говорил да потому что раньше я не был настолько сведущ в катастрофах семейных пока не пока мы не начали консультировать пары не увидели знаешь когда ты живешь свое вот это вот такой красивой бульбочке знаешь как бы у меня с женой все прекрасно там были где-то по молодости какие-то конфликты что-то выясняли но опять мы были друг о другу данные от бога и мне да я даже не подразумевал что есть такой кошмар знаете так вот как в больнице у доктора есть возможность увидеть все болезни да как бы которая через госпиталь проходят это у меня как у пастора есть доступ увидеть все кошмары супружества опять же в духовные уроки мы пойдем чуть дальше сейчас мы немножко с вами сидим немножко вот в семейной теме потому что я чувствую что это очень важная тема для меня по крайней мере да и мне хочется ее осветить и поэтому меня как пастора есть вот у многих из вас нет этого доступа который у меня то есть это как у врача не все врачи только врачи видят все ужасы кошмары болезни вот эти все смерти да и я как пастор то есть как врач до в кавычках то есть духовные да я вижу многие вещи которыми я хочу с вами поделиться дабы уберечь следующее поколение скорее всего конечно я может быть помогу советом тем кто уже замужем и женаты но вам уже с богом решать что делать свод если вы живете с такой женщиной или с мужчиной да как с предыдущего урока но и моя цель сейчас предупредить следующее поколение моя цель научить следующее поколение дать хотя бы ключи по которым а вы можете определить некоторые вещи хорошо и так мы с вами идем в 7 типов женщин на которых никогда не следует жениться если они в этом состоянии прошу вас обойдите стороной или подождите работайте до тех пор молитесь до тех пор пока бог может быть не изменит этого человека или адресуйте эту проблему если вы эту проблему не адресуете вы будете жить в последствиях которые влекут за собой, да, вот эти общения, вот эти, в этих последствиях. Мы слышали все раньше, да, как бы, мы слышали такую фразу, жениться на своем лучшем друге, женитесь на своем самом лучшем друге, и вы будете счастливы. Но это легче сказать, чем сделать. Вам нужно найти кого-то, кто дополняет вашу личность, да, а не противодействует ей. И поэтому друг это всегда хорошо, но соответствуете ли вы друг другу? То есть, а здесь уже должен быть вовлечен Бог. Опять говорю, что это решение без Бога невозможно сделать. Есть причина, почему Адам спал, когда творилась Ева. Это говорит о том, что Бог был не просто вовлечен, он был абсолютным авторитетом и властью, которая подвела женщину к мужчине. Забудьте Адама и Ева, просто возьмите урок. Адам захотел жену. Я понимаю, что Богу нужно было там его. Но почему нужно было усыпить Адам? Почему Адам не был в процессе творения? Почему Адам был в процессе творения всех животных и даже называл их, да, как мы видим по Библии, да? Сейчас чуть-чуть отвлекусь. Опять же, это уроки, это не мини-проповеди, поэтому я здесь возьму мое время и объясню мою позицию. Почему Адам был отрублен? То есть, написано, что он не участвовал, своими словами говорю, в процессе творения женщины. Он не участвовал, он не выбирал характер, он не выбирал, то есть, многие аспекты, он вообще ничего не выбирал. Он просто проснулся и был в шоке, приятном шоке от того, что это кость от моей кости и плоть от моей плоти. То есть, это мое. Этот принцип семья, пожалуйста, используйте. Опять, я понимаю, люди есть неверующие, сходятся. Я видел больше, кстати, неверующих людей, которые сошлись правильно, чем верующих, потому что у неверующих, он там, не буду я с тобой, их не сдерживала религиозная вот эта позиция, что нельзя разводиться, разведешься, сдохнешь. То есть, как будто развод это грех смерти. То есть, и получается, что, а христиане что, там, из-за какой-то похоти, там, вышли замуж, женились, и потом пастор тебе пальчиком машет, не дай бог, ты разведешься, все, отлучим от тебя из церкви. И он живет с этим кошмаром, или она живет с этим ужасом всю свою жизнь. А в мире такого нет. Она посмотрела токсично, кинула, через два года нашла прекрасного человека. И я смотрю, неверующая пара, сидим, разговариваем. Ну, как бы, уже потом они верующими стали. Сидим, разговариваем. Я говорю, а как вы такая прекрасная пара? Говорит, потому что у нас, понимаете, в мире нет этих заморочек, которые в церкви. В мире не понравился, под зад ногой и взял. Я не говорю, что это правильно. Я говорю, что там хотя бы есть вот этот момент, где твоя совесть и религия тебя не мучают, или какой-то пастор или братство над тобой не сидит, индует тебе, что делать, что не делать. Я не говорю о том, что сейчас правильно, неправильно. Я говорю, что там выборы иногда лучше, чем выбор церкви. Итак, вам нужно избрать правильного человека. Вам нужно найти того человека, который будет от Бога. И в этом процессе должен быть сто процентов задействован Бог. Это значит, как я говорил в предыдущих уроках, обязательно прослушайте их, что Бог должен вовлечен быть в этот процесс. Итак, вот семь типов женщин, на которых никогда не следует жениться. Давайте прямо сюда и занырнем сейчас. Итак, номер один. Я назвал это так, незрелая женщина. О, боже мой, сколько я видел этих вещей на консультациях. Боже мой. Сейчас расскажу. Приготовьтесь. Что значит незрелая женщина? Объясняю. Это женщина, которая созрела телом. Это женщина, которая созрела вот как женщина, да? Но она никогда не созрела как жена. Я хочу объяснить вот этот момент. Это женщина, которая не способна справиться с обязанностями, которые связаны с супружеством. То есть вот она такая вся прекрасная, распрекрасная. Вот она принцессочка такая. И она не знает, у нее все это, у нее все сыпется. То есть за нее всегда все делала мамочка, папочка. У нее всегда все было. Она просто такая была вся обцелованная, знаете, как-то окутанная любовью. Я не говорю о том, что это плохо. Я говорю о том, что она не готова. Это может быть прекрасная женщина, и жена будет чуть попозже, когда она немножко пройдет опыт созревания как женщины. Как научится заботам, научится ответственности, научится нести на себе некоторые вещи. То есть эти женщины очень ранимы. То есть давайте сейчас вот я буду читать мой конспект, чтобы ничего не упустить. И вот просто потихонечку вот давайте со мной продумайте это. И если здесь есть, особенно к парням, ребят, пожалуйста, будьте очень аккуратны. Как я говорил в прошлом моменте, мы говорили о мужчинах незрелых или за которых нельзя выходить замуж. То же самое мы говорим сейчас о женщинах. Смотрите, она, возможно, уже взрослая, но в душе все еще ребенок и не знает ничего, что ожидается от нее в отношениях. Она не понимает, что от меня хочешь, что от меня хочешь, я тебя люблю. А ему, может быть, сейчас не люблю надо, ему надо суп, ему нужно убрать в доме, ему нужно там позаботиться о каких-то семейных моментах. А она просто сидит такая на диване вся такая распричесанная, раскрасивая и ничего как бы не делает. То есть поймите, я не говорю, что это плохо. Я говорю, что должно быть интеллект жены, интеллект женщины, зрелость должен присутствовать уже когда начинается супружество. Она чувствует, что замужество означает просто обращение с ней, как с принцессой. Вот и все. Чего ты на меня кричишь? Сразу слезы пошли. Знаете, это женщина, которая просто не может выдерживать от обыкновенного конфликта. Обыкновенного. Она не может отстоять свое мнение. Она просто обижается, плачет, уходит в уголок, закрывается, хлопает дверью. Ты меня не любишь. То есть я уверен, что, может быть, вы встречались с этим. Опять же, я как тот человек, через которого проходит вот эта масса вот этих вещей. Я могу сейчас все это скомпактовать вот в такой урок и просто выдать вам, чтобы было понятно, что это за тип женщин. Она чувствует, что замужество, это вот он должен со мной обращаться как вот с ангелом. Вот просто с принцессой. И считает, что от нее больше ничего не ожидается в браке. Все, что ей в браке надо, это быть красивой. Она очень мягкая, чувствительная и нежная, потому что эмоционально не способна справиться с проблемами и семейными испытаниями, давлениями, противостояниями. То есть все вот это. Она не знает, какова ее роль в браке и ожидает, что все обдумает и сделает за нее ее муж. Я думаю, встречали таких людей. То есть это получается зрелая женщина в теле, но еще ребенок вот здесь, ребенок в душе, ребенок в сознании. То есть она не готова к жизни. Вот если просто сказать, что вот эта первая категория – это женщина, которая дозрела телом, дозрела сексуально, но не дозрела эмоционально, не дозрела в ответственности быть мамой и женой. Если она ошибается, она не может выносить исправление без слез. Она принимает каждое слово совета за свой счет, и она просто обижается. Ей часто приходится напоминать об роли в доме жены не потому, что она этого не знает, а потому, что она никогда не привыкла делать что-то сама. За нее всегда все делали. Когда возникают реальные жизненные проблемы, вместо того, чтобы справиться с ними, как настоящая женщина, она начинает разочаровываться, плакать и сдаваться. Бог мой, сколько мы сидели, вот сидит на диване семья. Я говорю, слушай, ну что? Говорит, да я только пришел домой. Да, уставший. Она не работает, да? Говорит, можешь ты мне что-то сделать? Да ты всегда хлопнул дверью. Он говорит, пастор. Говорит, я просто пришел домой и хотел поесть. И я понимаю, поймите, у меня нейтральная позиция. Я знаю, как мужики есть, ослы и бараны, так и женщины есть такие, ослицы. То есть я абсолютно понимаю, здесь палка о двух концах. И здесь нужно быть очень аккуратным, когда ты консультируешь пару. Потому что, знаете, когда мы консультируем пару, мы не консультируем пару по одному, потому что это ложь. Потому что, знаете, я всегда говорю, есть три правды, когда есть два человека. Есть правда его, правда ее и настоящая правда. И настоящая правда высвечивается только тогда, когда два человека сидят и говорят свои правды. И когда они говорят свои правды, я примерно вижу, где правда. Вот поэтому, когда женщина говорит, пастор, я хочу поговорить. Без мужа не говорим. Пастор, я хочу поговорить. Без жены не говорим. Приводите жену, назначаем встречу и начинаем прорабатывать некоторые вещи. То есть поэтому будьте вот здесь очень аккуратны. Она мне рассказала, ты его не слышал. Чаще всего, знаете, я помню, когда еще был молодой пастор, услышал мужчину. И он такой, она такая-сякая-такая. Потом раз, как бы, я ему там дал советы, знаешь, как бы. А это вообще, это все фонарь. Он мне рассказал, не упомянув многие вещи из того, что он натворил, что она так себя вела. И потом моя жена поговорила с ней. Это еще опять, когда мы были молоды, мы еще не понимали вообще, что мы делаем. Мы молодые пастора. И она поговорила, она говорит, Андрей, это вообще не так. Я говорю, а как? Она рассказала вот это. Я сижу, говорю, я не понял, мы что о двух разных семьях говорим? Это настолько была история разная. И потом мы сказали, так, нет, стоп. И мы этих людей двух пригласили и поговорили. И тогда мы со Светланой сделали решение. Никогда, никогда, подчеркиваю, никогда в жизни не брать чью-то сторону, если я не слышал, вариант второй, и тот человек не имел возможности рассказать мне, почему он сделал. Потому что это не то, что люди лгут. Они не договаривают. Они не упоминают, что они натворили. Они не упоминают, что они нажали на вот это больное место своего мужа или жены. Они, понимаете, они знают вот эти болевые точки. И поэтому здесь нужно быть очень аккуратным. Это так. Бонус. Чтобы понимать, о чем речь идет. Итак, опасность взаимоотношений с такой женщиной и женитьбы на ней заключается в том, что она не способна должным образом о себе позаботиться. Поэтому ожидает, что ее муж сделает все за нее. Что в дальнейшем приводит к разочарованию и разрушению семейного очага. Результатом этого является напряженный муж, который начинает со временем выгорать, изнашиваться и нервно расшатываться. Потому что, представьте, часть семейных обязательств разных, они ложатся на плечи обоих. Но когда они всегда... И я видел этих мужчин. Я говорю, что с тобой? Все делаю сам. Выплачиваю счета сам. Езжу в магазин сам. То есть, а что она делает? А она, блин, говорит, снимает свои ролики. И он сидит мне вот это у него уже... Он уже ушатанный. Говорит, а что? А я спрошу, а что она делает? Ну, вдвоем они сидят. Он говорит, а она сидит и свои блоги снимает вот эти там эти штуки, и рожи, и помады, и волосы. И он сидит, он бедный уже его типает. Я говорю, так, а что она делает? Я говорю, он такой злой. Да, ничего она не делает? И я наблюдаю вот этот процесс, когда муж бедный расшатанный. И я вам серьезно говорю, если мужчина долго не имеет суппорта, и поддержки, и помощи, просто даже эмоциональный, просто помочь ему. Вот просто, представьте, женился на ребенке. И вот все, и он теперь тащит и семью, и ее тащит. И вот почему? Потому что она папенькина доченька была, папа ее все зацеловывал, всю ее жизнь. И теперь что ты от меня хочешь? Потому что ты меня тоже должен целовать. То есть папа взял, по наследству передал эту принцессу ему. А ему нужна не дочка, ему нужна женщина. Ему нужна жена. Ему нужна личность, которая может нести на себе вес и ответственность брать за вещи. Итак, этот человек нервно расшатывается, выгорает, потому что чувствует себя в ловушке без поддержки со стороны женщины, которая не имеет никаких амбиций и целей в жизни. Вот вам первый, первый тип. Вот этот первый тип женщин, да? Ребенок. Поэтому будьте очень, ребята, парни, мужчины, будьте, я так скажу даже, можете, встречаетесь, работаете, но вы должны увидеть, что эта женщина, это не просто красивый футляр. Внутри ее есть принципы, внутри ее есть зрелость, и она способна просто, вот даже по этому пункту, проверьте, у вас вот принцесса или у вас действительно настоящая женщина, которая способна нести на себе ответственность, да, семейную. Итак, идем номер два. Номер два, тип второй. Женщина, которая всегда права. Боже мой, сколько, чтобы, и мы сидим на консультации, что бы он ни сказал, она вывернет так, что он виноват, и она всегда права. Я говорю, слушай, по статистике, сижу, мы сидим со Светланой, сидим, смотрим на этих людей, я говорю, по статистике, не можете вы сейчас нам час рассказывать, и ты всегда права. Такого не может быть. Это просто, как вам сказать, это физически, да, как бы это психически невозможно, как угодно назвать. Это просто статистически невозможно, что вы нам рассказали 20 случаев из вашей жизни, и он всегда неправ. То есть такого быть не может. А что это говорит? Это говорит о том, что вот ты женился на девушке, женщине, которая делает все возможное, чтобы всегда выйти наверху и всегда оказаться правой. Нет ничего более неприятного, чем разговор с человеком, который всегда должен быть прав. Не так ли? С женщиной, которая всегда права, всезнайка, высокомерная, эгоцентричная, часто проявляющая признаки гордости и презрение к другому или противоположному мнению. Вот вы встречали такое мнение? Какое бы ты мнение ни сказал, она всегда права. Твое мнение всегда неправо. Что бы ты ни сказал, она уже там была, она это уже видела, она уже это прошла. То есть как бы будьте очень аккуратны, потому что если ты женишься или начинаешь серьезно думать о взаимоотношениях с женщиной, которой ты наблюдаешь вот эти вот, вот этот типаж всегда права, все, ты не прав. Нет. Поначалу это будет мягко. Но когда вы женитесь, это превратится в токсичную вот эту манипуляцию и ты всегда будешь чувствовать. Я видел таких мужиков забитых. Дорогие ребята. Таких мужчин забитых, когда женились, когда только вошли в супружество, создали семью, все было нормально, потом он такой затюканный, у него такой мозг выклеванный, он уже не знает, где правда, где ложь. Все, что он делает, он боится и смотрит на нее. Настолько зашуганное. Вот именно мужчина в такой семье, если вовремя не разобраться с этим или не покинуть эти взаимоотношения до брака, то мужчина будет просто затюканный, заклюканный, забитый, замороченный. И вы будете видеть, вот эта мужичонка сидит в углу. И что бы он ни сказал. У нас это было в 92-м году. В 93-м, в мае 3-го. Понял. И он такой, хорошо. То есть, что бы он ни сказал, его всегда поправят. Его всегда тюкнут. Ему всегда клюнут. Вы встречали вот женщину? Вот сидите вы с парой, да? Вот он что-то сказал. Она всегда его поправит. Вот можно не поправлять? Я понимаю, у мужчин, может быть, там с памятью проблемы. У меня то же самое. Я не помню иногда. Я помню события. Я не помню дату. Я не помню, кто был, что был. Я говорю крупными логическими кусками. И женщинам нужно понять, что мужчина, он говорит не потому, что он врет. Может, он просто не помнит. Эти вещи не влагаются в логическое сознание мужчины. У женщины память строится на чувствах. И поэтому она всегда чувствует легче вспомнить, потому что она переживала вот это, вот это. Она помнит вот этих людей. У них память намного лучше. Их память намного чувствительнее. Они намного более способны все в себе вместить. Это, кстати, очень хорошее качество, да? У женщин вот запоминать все. Но когда она вот этим запоминанием просто убивает его, да? Не дает ему ничего сказать. И вот он сидит, она вот сидит за столом за чаем. Сидим за чаем, да? Да просто пьем, даже не консультация, я помню, была. Сидим за чаем. Она его уже пять раз поправила. Сижу, думаю, слушай, ну как вот он живет? Вот реально, он не может ничего сказать, чтобы не быть поправленным его женой при обществе. Там наедине, там я понимаю, можно поправить, там всякое бывает. Но в обществе он униженный, он обиженный. Сидит, кушает эту печеньку, запивает чаем. Его уже пять раз поправили как какого-то пацана. То есть, девушки, если вы слушаете, вы, наверное, слушаете за сто процентов, поэтому будьте очень аккуратны. Вот насчет этого. Не надо его поправлять. А если хочешь поправить, просто шепни ему красиво на ушко, может быть, там какую-то деталь. Но не надо это приобщать. Вы убиваете в мужчине, вы с него вытягиваете тестостерон. Вы просто с него вытягиваете жизнь. Понимаете? Просто вот это клюканье-тюканье, да? Поэтому будьте аккуратны. То есть, она всегда права. Она эгоцентрична. То есть, презрение к противоположному мнению. Другие мнения она либо склонна игнорировать, либо предпочитает не слушать эти мнения вообще. Она считает, что все, что противоречит ее мнению, неправильно. Женщины такого типа слушают, чтобы ответить, отреагировать. Но они не слушают, чтобы понять и принять. То есть, вообще, вот она слушает, она выслушивает. Давай, 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 давай. И потом, щабум, держи, держи, сопляк. Но они слушают, чтобы услышать, переварить и принять к сведению и сказать, интересно, я поменяюсь. Спасибо, что сказал. То есть, у нас с женой вот такие моменты. Если я что-то делаю и что-то не понимаю, как бы у нее есть возможность мне это сказать в нормальном тоне, в нормальной форме, где-то наедине. Женщины такого типа только слушают. И когда мужчина начинает, даже задолго до того, как мужчина излагает свои мысли, она уже сделала выводы. То есть, вот он говорит, она просто выслушает его, чтобы он просто заткнулся и сказать ему, что она думает по этому поводу. Она явно отказывается признать свои ошибки или неправоту. Даже когда знает, что точно виновата. Ее гордость и высокомерие не позволяют ей принести извинения. Она считает, что извинения выставит ее слабой. Женить бы на такой женщине приведет лишь к частым конфликтам в доме. Пожалуйста, поймите, иметь разногласия – это нормально. Нет проблем в разногласиях. Нет проблем в ином и инакомыслии. Это все нормально. Но вы также должны уметь видеть вещи с точки зрения вашего супруга или парня, или человека, с которым вы хотите встречаться. То есть, поэтому будьте очень аккуратны. Вот быть вот с такой женщиной, которая всегда права. И когда вы это наблюдаете, поначалу это будет нормально, чуть позже это будет токсичнее и токсичнее. И это перерастет в доминацию и контроль. Поэтому будьте очень аккуратны. Итак, номер третий, тип третий. Это очень интересно, кстати. Я этот тип назвал дива. Знаете, вот дива, что это значит? Это женщина, требующая особого ухода. По-английски у американцев есть такой классный термин. Это называется high maintenance woman. Это женщина, которая с очень высоким потреблением. То есть, она требует высокого... То есть, это женщина, которая вместо того, чтобы потратить полчаса, час на свой сбор, она может тратить полдня на то, как она выглядит. То есть, это слишком много инвестируется во все вот это. Итак, мы назвали это дива. Женщина, требующая особого ухода. Что это значит? Женщина, требующая особого ухода, это очень дорогой стиль жизни. То есть, очень высокий стиль жизни. Или, по крайней мере, эта женщина требует такого стиля жизни от того, с кем она живет. Она всегда старается произвести впечатление, что она успешная женщина с высоким классом и вкусом. Я уверен, я уверен, вы сейчас свою инстаграм-линию мотнете, да? И вы прямо увидите. Вот простая девушка, простая женщина. И потом раз, и попали. Ох, щух. И ты понимаешь, думаешь, йоу. Там ни одна фотка не может быть под вопросом. Все отполировано, выведено. Все отфотошаплено. Все настолько... Ты видишь все просто... Даже лента видно, как вот сама лента идет. Все как бы подходит. Все оно должно соответствовать. Я не говорю о том, что плохо это делать. Я говорю, что когда у женщины вот это, только вот это, это опасный тип женщин, на которых вы женитесь. Поэтому, бог мой, это не материал для жены. Я гарантирую вам. Она часто стремится, чтобы ею восхищались все остальные. И не верит в простую жизнь. Она всегда стремится произвести впечатление на других, даже если это означает произвести впечатление на тех, кому она абсолютно безразлична. Знаешь, вот людям вообще плевать. Но ее образ жизни, она должна произвести впечатление. Все должны охнуть, когда ее видят. Все должны ахнуть, когда увидят что-то на ней, что-то, в чем она приехала, в чем она одета, где она отдыхает, что она кушает. Я уверен, что в лентах есть у всех вот эти дивы. И, скорее всего, там муж в ленте не просматривается. Гарантию даю. Его нет. Он не того класса, скажем так. Я как-то спросил у одной дивы. Я говорю, а муж где? Муж, как обычно. Знаете, муж, он за той... Под ту сторону экрана. Он фотоет все. То есть, и вот это вот... Там даже где-то мим был. Как бы инстаграм-жена. Как бы муж инстаграм-жены. И мим был, что его нигде нет, а он все фотоет, фотоет, бегает, прыгает. Он там как это, да, как продюсер. Поэтому, если это вы, девушки, пожалуйста, я прошу вас, будьте очень аккуратны с этим. Остановите. Я понимаю, выглядеть красиво – это одно. Но когда ты поклоняешься своему образу, ты поклоняешься своему имиджу... Поймите, я говорю сейчас об экстриме. Всегда приятно... Я абсолютно против неряшек, да. Я абсолютно против женщин, да, которые, ну, не выглядят соответствующе, да. Как бы ты видишь все не так и не то. Я тоже. Это другой экстрим. Но есть норма, есть приличие, есть, конечно, это все. Но я говорю об экстриме, когда это диво, когда вот все должно быть брендовое, все должно сфотано быть с правильным светом, все вот это. Вот оно. Ноги, попа, руки, груди, машины, помады, духи, отдых, Мальдивы, песок, море, пальмы. То есть вы понимаете, о чем я говорю. То есть вот этот типаж. Жены от нее не ожидай. Это гарантирую. Забери... Я помню, одну девушку спросил тоже. Сидели консультировались. Он так детей хочет, а она говорит, а я не хочу испортить это тело. Мы такие с женой так переглянулись, ничего не сказали, но мы понимаем, откуда ветер дует. Она не хочет испортить это тело. Она всегда стремится произвести впечатление, даже если этим людям плевать, да. То есть подписчики, им вообще плевать на это все. Она будет туда инвестировать, а в мужа семью забудь. Она скорее потратит деньги на покупку одежды и обуви, которая ей вообще не нужна, чем потратит их на суппорт своей семьи. Если у нее недостаточно денег, она не против взять кредит в банке, чтобы поддерживать свой образ жизни, образ успеха, или просто, чтобы заставить людей поверить, что она на высоте. То есть у нее все еще идет. Все еще вот новая сумка, вот-вот-вот новое, все. Это уже было старое, ее фото от нельзя. Речь всегда идет о ее эго и гордости. Единственное, во что она верит, инвестируя, это в свою красоту, а не в свой дом и семью. Поэтому, ребята, опасность. Когда вы видите вот это отполированное существо, я не говорю о том, что оно не может измениться. Я говорю о том, что здесь опасность. Это может быть красивая, это может быть девушка, ты можешь с ней встречаться, разговаривать. Но когда дело идет до женитьбы, то вы должны уже адресовать это с ней. А что будет дальше? Поэтому внимательно проследите, потому что ты, скорее всего, скоро станешь рабом инвестиций в эту красоту. И поэтому, опять же, сейчас мы еще поговорим о другой стороне этой медали. Все видят в ней успешную, элегантную, обеспеченную женщину. Но дома она абсолютное несчастье и полный провал. То есть, публичный успех, я называю так, публичный успех, но личный провал. Внутри там депрессия, там слезы, там недовольно, там это то, это то. Но как только это где-то соцсети, мидия, где-то на людях, это совершенно, это раз, и человек превращается в образ совершенства и красоты, элегантности, класса и успеха. То есть, вот это вот. Я хочу обрисовать этот тип, чтобы вы понимали, что это опаснейший тип, на котором жениться. Ее социальные сети полны изображений успеха и богатства, но внутри она несчастна и подавлена. Женщины такого типа никогда не будут помогать по дому. Например, готовить еду или убирать после еды, убирать в доме, заботиться там о детях. То есть, все это ляжет, скорее всего, или на мужа, или на бабушку, потому что все остальное время этот человек будет инвестировать в свою красоту и в свой имидж на публику. Окей? Потому что все, что ее волнует, это как она выглядит и как ее воспринимают окружающие люди. Проблема с женщиной, требующая особого успеха, заключается в том, что она не из тех женщин, которые останутся с мужчиной, внимание, если муж потеряет работу или закончатся деньги. То есть, вот я встречал таких людей. Я вам честно говорю, вот была пара, может быть, два-три года назад, точно не помню. Она всегда, он не работает, он не работает, он не работает, у него все нет и нет. И потом мы пригласили их обоих. И я уже настроен, говорю, слушай, ты тунеядец, почему ты не работаешь? А потом узнаю, он на дальняках, на траках зашибает такие деньги. Он говорит, пастор, ты не понимаешь, все, что я зарабатываю, она вбухивает вот все в это. Говорит, я заработаю 10 тысяч, 10 тысяч улетело. Я заработаю 5, 5 улетело. Говорит, сколько бы я не заработал. Он просто сидит, плачет, он говорит, я не знаю, что делать. А она не работает. При этом, извини, дорогой, вот эти ногти на работу не пойдут. Окей? Вот эта фигура, она на работу, она не пойдет. Она будет только перед зеркалом или перед видеокамерой. То есть, поэтому поймите, что вот эти вот высокого вот этого обеспечения или high maintenance вот эти, люди, будьте вот эти дивы, будьте очень аккуратны с ним. Почему? Потому что я видел, мужчины становятся рабами и спонсорами образа их жизни. Потому что их вкусы не совпадают уровню их жизни. И вот здесь получается, как только теряет, и что получается? Он стал намного меньше работать. И там, я помню, вот этот, случился ковид, да? И раз, весь бизнес упал. И угадайте, что? Она его бросила. Они развелись. Она просто сказала, ты не способен больше суппортировать. Он сидит, рыдает, семья разрывается, дети разрываются, все разрывается. И человек просто не способен работать, потому что не то, что не может или не хочет. Ее нет. Работы просто нет. Все закрылось. Шатдаун. И все. Разошлись. Она нашла другого. И другой ее сейчас суппортирует. Настоящая история. Без шуток. То есть, и она нашла донора, который сейчас инвестирует в ее красоту. А она просто красивая и умная. Итак. У нее всегда ненасытный вкус к дорогим и престижным вещам. И она никогда не смирится с тем, чтобы выполнить основные обязанности матери и жены. Номер четыре. Королева драмы. О, боже мой. Это еще интересный пункт один. Королева драмы это женщина, которая любит конфликт, хаос и драму. Она всегда в центре внимания и всегда ищет способ создать драму на ровном месте. Встречали таких? Бог мой, я встречал. Приходим, все нормально. И здесь ба-бах и драма. Ну, нет смысла ее делать вообще. Он просто рассказывает какую-то вещь. И здесь и самое интересное, что этим людям плевать, они на публике или они дома. То есть, драма везде. И я смотрю, там в церкви кто-то повышает тон и там в углу. Да нормально, сядьте в машину, поговорите. Нет. Это именно люди, которые, они, они тащатся от того, что когда они делают драму, на них все смотрят. И они в этой драме доминируют и давлеют над мужчиной. И естественно, как мужчина логично, ему стыдно это все. Он начинает, чуть-чуть, а ты мне тут рот закрываешь. Я смотрю, думаю, я не понял, что происходит? Вы в публичном месте, вы где-то там, я не помню, где-то в церкви были, около церкви. То есть, люди ходят, ты мне еще рот закрываешь? Давай домой поговорим. Какой домой? У нас проблемы. То есть, этих проблемах не должны слышать люди. Это ваши приватные вещи. Нет. И вот это королева драмы. Я знаю, если вот люди встречались, вы сейчас поймете, о чем я говорю. Если вы встречаетесь с такой женщиной, да, как бы, и вы планируете жениться на такой женщине, будьте очень аккуратны. Почему? Потому что вы всю жизнь будете в позе защиты. Вы всегда будете успокаивать, защищать, мирить, успокаивать. Она будет ссорить тебя с друзьями, ссорить тебя с мамой, ссориться с тобой, ссорить детей друг с другом, ссорить детей с тобой. То есть, я встречал, у нее драма везде. У нее драма на работе, драма там, драма сям. То есть, я удивляюсь. Заметьте, эти женщины не могут иметь друзей долго. Вот еще один момент. У этих женщин долго друзья не зависают. Как только она подружилась, это сразу прекрасные люди. Через неделю уже нет. Что произошло? Поссорились. Вообще, да вы только же подружились. Поссорились. И я заметил, что именно вокруг этой категории женщины именно те люди, которые подавлены и которые считаются только с ее мнением. Но они никогда не могут быть на одном уровне. То есть, все вот в драму превращается. И как только эти люди, они с ними хорошо познакомились, и с ними драма. И я заметил, что у людей, этих людей нет друзей долго. Или очень мало друзей. То есть, эти люди постоянно вытворяют что-то, что просто вышибает все. И люди говорят, ну-ну-ну, я здесь не хочу. Извините, я пойду своей дорогой. И эти люди теряют. Поэтому, если вы видите вот королеву драмы, это скорее всего человек-одиночка. Или у нее те вокруг нее, которые подавлены ей. То есть, находятся под ее манипуляцией. Королевы драмы очень эмоциональны и склонны слишком остро реагировать на все. Они всегда правы, даже когда совершенно не правы. У нее нет чувства самоуважения. Она всегда готова затеять драку где угодно, когда угодно и с кем угодно. Наедине или публично. Вот это вот характеристика, да, королевы драмы. Если вы встречались с женщиной, которая постоянно спорит и быстро обижается или вспыльчивая, это может быть вашим первым признаком того, что она королева драмы. И здесь красный флажок. И вы должны просто сказать так, стоп, я сейчас ставлю все на паузу, пока я не разберусь. Поэтому не ведись на ее красоту. Эта красота закончится на десятой драме. Ты скажешь, так, я больше не могу. У тебя мозг будет просто, твой мозг, молодой человек, перестанет жить в твоем сознании. Он будет просто вынесен и лежать на полке. И я тебе говорю, как человек, который работает много лет с этим типажом женщин. Окей? Итак, королевы драмы абсолютно не пропит поставить в нелогкое положение себя или кого-то еще на публике. То есть им плевать. Публика, дом, люди, гости, свадьба, церковь, какой-то бизнес-семинар. Им все равно. Они взорвутся на пляже. И она тебе просто впишет. Ой, поверьте, смеюсь, потому что у меня просто в голове такие всплывают всплывают памяточки. Итак, чтобы добиться своего, да, также у них часто отсутствует чувство приличия. Просто его нет. Просто ей плевать, как она выглядит. Ей самое главное затеять драму и выйти из нее вот как она хочет, да. Она без колебаний превратит даже самые простые разговоры в аргумент, чтобы доказать свое величие и правоту. Хуже всего в королевах драмы это то, что они склонны не признавать, что у них есть проблемы. Проблемы у них нет. Проблемы у тебя. Проблемы у твоей мамы. Проблемы у твоих друзей. Проблемы у твоего начальника. Проблемы у тебя. У меня проблем нет. Я здесь, чтобы тебе все показать и сказать. Хуже всего в крае драмы, что они склонны не признавать, что у них есть проблемы. Вы всегда будете ходить вокруг нее на цыпочках. Ты всегда будешь ходить по тонкому льду. И оно уже трещина пошла. Чуть-чуть сюда уже трещина пошла. И ты такой, господи, что происходит? И я видел этих ушатанных мужичков, поверьте. Мне так жарит этих мужчин. И поэтому я хочу тебе просто дать сейчас ключи. Если ты наблюдаешь вот эти симптомы, будь очень аккуратен. И проверь, и разберись, хочешь ли ты быть с этим человеком. Потому что я тебе говорю, если тебе сейчас плохо, когда ты женишься на ней, тебе станет хуже. Это лучше никогда не станет. И не становилось. Окей? Ты никогда не будешь знать, чего от нее ожидать. Они заставляют всех вокруг себя вкусить их горечь. Они заставят вокруг себя всех увидеть их драму и их недовольство. Как будто это своего рода извращенная фантазия о мести человечеству. То есть она всегда, ты говоришь, у нее всегда вот что бы ни произошло. Она пойдет мороженое купить, и она там драму затеет. Она пойдет в супермаркет вещи сделать, она и там с кассиром поссорится. То есть я просто удивляюсь людей, которые вот ни на чем. Просто можно промолчать. Нет, должно быть вот как вот оно. Вот драма везде будет соответствовать, да, двигаться. Хорошо. Номер пять. Тип пять. Вот это женщина-манипулятор. Это еще один очень интересный тип. Иногда он сочетается несколько типов в одном. Поэтому в драме может быть и манипуляция, да. Иногда может быть просто драма, иногда манипуляция, иногда драма и манипуляция. Поэтому, когда я называю вот эти типы, иногда эти типы могут быть скомпактованы в одном человеке. Итак, женщина-манипулятор. Женщины этого типа сделают все, чтобы получить то, что она хочет. То есть вот это люди, это не просто драму затеять, это именно сделать все. Неважно платить, плакать, кричать, давить, делать ссору, умолять. То есть она не, как вам сказать, не побрезгует никаким методом, чтобы добиться своего, да. Женщины сделают все, чтобы получить то, что она хочет. Даже если это будет означать проливать слезы. Просто чтобы заставить вас сделать то, что она хочет. Значит, будь то убеждение вас сделать что-то, чего вы не хотите. То есть ты вот что-то не хочешь, тебя убедят где-то сделать, так как она хочет. Или заставить вас приобрести, приобрести что-то, купить. Вот она захотела, над тобой будет сидеть и крутить, и манипулировать. И ты в конце концов купишь. Хотя оно вам не надо, и ты понимаешь, что это трата денег. Манипулятивная женщина, кажется, всегда получает то, что хочет. И хотя ее муж может горячо любить ее, она также может чувствовать скрытое разочарование, горечь и обиду. Поэтому он может ходить вот под разочарованием и обидой. Он может любить ее, может все нормально. Но он внутри разочарован, он внутри подавлен, он внутри побит. Почему? Потому что это манипуляция. Это означает, что у него никогда не будет собственной воли. Вот мужчины вот с такими женщинами, я заметил, что вот просто потихоньку воля уходит. И потом он просто отдает ей все вот эти, а хочешь, да, и все. То есть мужчинка как-то засыхает вот в этих отношениях. Это значит, что у него никогда не будет собственной воли. С такой женщиной он потеряет семью, друзей и даже рискует потерять связь с теми, кто долгое время был его поддержкой и суппортом, если они не поддерживают ее. То есть она должна видеть, вот все, кто в твоей жизни муж, они должны полностью поддерживать меня. Как только там какой-то вопрос, она сделает все возможное, чтобы вы больше не дружили и не общались. Это манипуляция. Манипулирующая женщина делает это потому, что она, как правило, эгоистична и эгоцентрична. Если ее парень замечает ее манипулятивное поведение, еще до свадьбы, да, и пытается отказаться и выйти из отношений, манипулирующая женщина немедленно меняет свое поведение и становится ангелом. То есть это не та женщина, которая конфликтует, которая зло, да, то есть ей плевать, она там просто танком по тебе пройдется. Это нет. Манипулятивные женщины, они умные, она, о, сейчас надо выключить зло, она выключает зло. И она такой, ой, мой любимый, начинает массажик тебе делать. Ой, мой любимый, что ты хочешь? Ты хочешь гречечку, да, с печеночкой? Сейчас я тебе сделаю. Ты хочешь салатик, яичничку, да? Сейчас я тебе сделаю. Мой ты хороший. И он сидит такой, вроде хотел уйти. Блин, уже ей уйти никуда не хочется. То есть вот это манипуляция, семья. Это не говорит о том, что она такая. Это говорит о том, что это ее инструменты, как его удержать, потому что она теряет контроль над своей жертвой. Окей? Если ты жертва, будь очень аккуратен. Итак, это часть ее тактики по завоеванию его доверия. И как только он решает не оставлять ее, не покидать ее, да, она возвращается к своему обычному состоянию и образу жизни. Если вы муж манипулятивной женщины, важно понимать, что мотивирует ее манипулятивное поведение. И как вы можете с этим справиться, чтобы не чувствовать себя тряпкой. Поэтому с манипулятивной женщиной вы должны поставить границы и иметь свое четкое мнение. Нет, не будет так. Не будет так. Спокойно, тихо. Потому что, опять я говорю, развод это не выход, но вам нужно как-то научиться жить с такой личностью. Здесь нужно спокойствие, здесь нужна твердость и прямота. Она хочет, не будет так. Понимаешь, да? То есть будьте очень аккуратны. Опять же говорю, что с кем-то работает, с кем-то не работает, но, по крайней мере, границы ты должен выстроить и свою точку зрения отстоять. В противном случае у вас никогда не будет счастливого будущего, а ваш брак будет полон боли, разочарований и сожалений. Потому что один человек постоянно всем руководит и манипулирует всем. Итак, номер шесть. Тип шестой. Негативная женщина. Здесь, ой, боже. Вы встречали таких людей? Что бы в жизни не было, ничего хорошего нет. Всегда все плохо. То есть я называю этих людей, знаете, у американцев есть такое выражение, а стакан полуполный или стакан полупустой. Вот, например, когда я возьму чашку моего кофе, вот сейчас стакан у меня здесь полуполный. А кто-то скажет, он полупустой. То есть полуполный – это позитивное. О, он уже наполовину полный. А кто-то посмотрит и скажет, да он не полный, он полупустой. И вот это вот есть классное такое понимание. То есть твой стакан полуполный или полупустой. И это имеется в виду все. Что бы вот она тебе присылает смс-ку, и ты знаешь, что это плохая новость. Ты еще не прочитал. Она у тебя только высветилась, баннер высветился у тебя, связывается твоя девушка или жена. И ты знаешь. Вот если ты мужчина, ты знаешь, что такое негативная женщина. Вот ты получил сообщение, ты уже открывать его не хочешь. Вот если ты не хочешь открывать сообщение своей жены или девушки, это говорит о том, что ты уже попал примерно в этот случай. Обычно 50 на 50. Или наоборот, больше должно быть позитива. Тебе приятно открыть смс-ку твоего любимого человека. Ты нажимаешь, и там что-то классное, что-то интересное. Или какое-то предложение. Или там просто фотка. Или какой-то мим прикольный поржать. Но вот эти негативные женщины, семья, послушайте мне очень внимательно. А если вы негативная женщина, просто покайтесь в этом и извините, и измените свой характер. Потому что иногда вы не замечаете, как это просто убивает все. И потом ты удивляешься, дорогая, почему на твои звонки не отвечают. Почему твои смс-ки никто не читает. Потому что твои смс-ки это негатив, негатив, кошмар, ужас, разруха, капец, полная. И никто не хочет это открывать. Почему? И я помню, у меня был один друг. Я уже, может быть, в других передачах говорил. И я уже думаю, господи, я уже не хочу открывать его сообщение. Понятно, у меня жена такой не является. Но я имею в виду, что у меня был друг. И он меня настолько подсознательно запрограммировал своим негативом, что чтобы, опять же, это относится и к мужчинам тоже. Но сейчас именно о женщинах. У меня был друг, парень. И вот он присылает мне что-то, и я точно знаю, что это плохое сообщение. То есть у меня даже вопросов нет. Я открываю, и точно. Андрей. То есть ничего. Одно нытье. Одни проблемы. Одни неудачи. Один неуспех. Денег не хватило. Бензин закончился. Работу потерял. То есть ты не сможешь долго дружить с этим человеком. И представляешь, если ты женишься на вот этой личности. Этот тип женщин, сейн страх и негатив. Она всегда будет на все жаловаться. У нее всегда будет негативный взгляд на жизнь. Вы заметили? Вот что бы ни произошло. Вот хороший день. Она говорит, да, скоро дождь пойдет. То есть ты не успел что-то приобрести красивое. Да, скоро и это поломается. То есть вот даже хорошее они умеют перевернуть и предсказать уже проблему, уже сейчас. Как только кто-то у кого-то хорошо, это ненадолго. Как только что-то у вас хорошее, да, скоро это закончится. То есть это вот этот типаж. Будьте очень аккуратны. Потому что иногда кажется вроде не конфликтное, но негативное. Это просто высушит вас. Вы будете не знать, что делать. Вы не будете хотеть возвращаться домой после работы мужчинки. Вы не захотите возвращаться домой. Почему? Потому что ты скажешь, да я лучше тут еще экстра работу возьму. Поработаю еще там 3-4 часа, чтобы уже прийти и спать завалиться. Почему? Как только ты домой приходишь, вынос мозга, вынос мозга, вынос мозга, вынос мозга. Ничего позитивного. И, Сергей, я видел это. Мы консультировали такие пары. И иногда я сижу думаю, ну не может быть все плохо. Вот ну не может быть настолько все ужасно в жизни. Понимаете? И поэтому это именно взгляд на жизнь. Это характер. Это позиция ума и мышления. Поэтому если вы встречаетесь с такой женщиной или планируете жениться на ней, пока поставьте все на паузу, пока ты будешь уверен, что в этом человеке сочетается и позитив, и хорошее, и понятно, и позитив, и негатив, хорошее и плохое. То есть она реагирует нормально на вещи. Если вы постоянно видите, что вы чувствуете в этом позитив, а у нее нет. Вы чувствуете в этом, о, это хорошая вещь, а у нее постоянно что-то плохое. То есть вот это уже красный флажок. Будьте очень внимательны. Она не может видеть положительную сторону ни в вещах, ни в ком-либо, если уже на то пошло. То есть как бы вот ничего. Вот прекрасная пара, скоро разведутся. Хорошая работа, скоро потеряют. Хорошая машина, да, что бы она сломалась. То есть и вот этот образ жизни. Как я сказал, стакан у нее всегда наполовину пуст, а не наполовину полным. И наполовину полным, да. И она всегда видит проблемы там, где их не существует. Это человек, который создает проблемы на ровном месте. Это не тот человек, который вы хотите привезти домой, чтобы познакомиться с родителями или провести с ним время. Когда вы ушли на работу, негативная женщина думает, что вы ей изменяете. Встречали таких? Вот я на рыбалке. Ты их где? Да я с ребятами. Не верю. Да надо, вот послушайте. Да они врут. То есть я встречал этих людей. Вот просто что бы он говорил. Он говорит, пастор, сидим консультируем в родном правом. Он говорит, пастор, я не знаю, что делать. Он говорит, я чувствую, что мне нужно постоянно, вот я уехал куда-то, мне нужно снимать, вот ставить, снимать на съемку. И она должна видеть меня 24 на 7. Что я сейчас в машине, я не с любовью. Я сейчас на работе, я сейчас не где-то там пропали его деньги. То есть она понимает, что он не такой, но она подозревает. Понимаете, что вот негативные женщины, они подозревают, 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 подозревают. То есть я не говорю о том, что у мужчин не может быть проблем в каких-то сферах, или там он может быть где-то не там, где он должен быть. Но я имею в виду, что этот тип женщин не видит ничего позитивного и ничего хорошего, даже когда оно происходит. Женщина, как правило, это система поддержки. Поймите, Бог дал женщину не для того, чтобы выносить мозг, а чтобы помочь, поддержать, просупортировать. То есть просто успокоить. Она создана нежнее, она создана теплее. Женщина, это создание Бога, это красота, это нежность, это любовь, это не токсичность и вынос мозга. Поймите, мужчине этого хватает и на работе, и в бизнес, и вообще в жизни. Итак, наличие такой женщины в доме программирует вашу семью на неудачу и провал. Вот все, дети растут, и там негатив, и негатив, и негатив. Поэтому, если вы встречаетесь с такой женщиной, адресуйте это. Так и скажи, что если вот так будет, мы не можем двигаться вместе. Мы не можем двигаться, потому что все будет хуже, хуже и хуже. Итак, женщина, это, как правило, система поддержки, заботы, нежности. Они люди, которые постоянно говорят вам, что мир приближается к концу, окей? Поэтому будьте очень-очень аккуратны насчет этого типажа женщин. И последний, да, последний типаж, последний номер, это седьмой, да, седьмой тип женщин. Это карьеристка. Сейчас подождите, сейчас расскажу. В конце концов, сразу скажу, нет ничего плохого, чтобы стремиться к карьере. Женщины имеют право это делать, мужчины право это имеют это делать. И нам всем нужно работать, чтобы обеспечить свои семьи не так ли. То есть мы должны что-то делать в жизни, понятно, и женщины не исключение. И это хорошо. Но я сейчас говорю об экстриме. Поймите, сейчас все, что вот эти вот семь вот этих типажей, это я говорю об экстремальной. Потому что в каждом из нас есть какие-то то-то негативчик, то проскочил. Но я говорю, когда у тебя вот шкала просто вот сюда зашкалила, вот женщина карьеристка. Это все, что она дышит, живет, видит и что спит, что ей снится, это то, о чем она мечтает. Все, карьера. Все ушло вот в эту сторону. Но когда ваша супруга ставит карьеру выше вашей семьи, это обязательно повлечет за собой разрушительные последствия. Женщина, ориентированная на карьеру, это та, кто ставит свою карьеру выше потребностей своей семьи. Эмоциональных, физических, то есть вот всех нужд и потребностей семьи, она ставит свою карьеру выше. Такой тип женщин любит независимость и свободу, полностью игнорируя обязанности жены и мамы в доме. И что получается? Дом в таких женщинах, я наблюдал семьи, сухой, холодный, все такое. Знаете, все у этих женщин, все делается, как мы сказали, дома роботы. Дома все чисто, поймите, о чем я говорю. Дома все в порядке, но там нет тепла, там нет любви, там нет уюта, там порядок, там все четко, там все размерено, там все на доске написано. Вот эти карьеристки, они тебе и на холодильнике вот это приклеят тебе, сегодня делаем номер один, номер два, номер три. И прогулка по графику тоже. То есть ты будешь удивлен, насколько эти люди, они живут как у них, у них даже, у этих женщин семьи ведут себя как бизнес корпорации. Вот муж должен вот быть одет в это время, дети должны сидеть в машине, блин, в это время. Вы должны быть вот это вот здесь. То есть вы увидите, у женщин-карьеристок, у них настолько, у них не преобладает нежность, тепло, уют, забота, у них приобретает порядок, структура, закон, правила. То есть вы увидите, как вот эта шкала, и опять же говорю, те, к кому это не относится, забудьте, но я знаю, о чем я говорю. Семья, я знаю, о чем я говорю, я видел эти семьи, где женщина, она просто превратила всю семью в фабрику. То есть у нее все делается по графику, у нее где ты, куда ты, почему ты, а у тебя еще, у тебя игра в футбол на час 30, почему ты туда на час приехал? То есть объясни ей, объяснительную в мой офис. Я утрирую, я шучу, но ты удивляешься просто, что происходит дома у карьеристок, да? То есть все сухо, все без любви, без внимания. И вот когда дети вырастают в этой атмосфере, бог мой, потом семьи строятся, очень тяжелые последствия. Итак, такой тип женщин любит независимость и свободу, полностью игнорируя обязанности жены и мамы. Она привыкла быть независимой и ответственной за все, и не любит никогда полагаться ни на кого. Вот если мы с вами первой говорили, да, как бы незрелая женщина, вот эта вот женщина несозревшая, то здесь вот наоборот шкала в другую сторону. Вот если там это была принцесса, которая все делает, она не делает ничего. Здесь наоборот шкала переваливает вообще в другую сторону, и она босс, она начальник, она хозяин. Она, то есть у нее все вот в расписании, в графике. Итак, да, из-за этого ей может быть трудно идти на компромисс, а также ей может быть трудно позволить кому-то другому взять на себя инициативу. То есть она должна во всем участвовать, все должна поставить печать, что она одобрила это действие мужа своего или семьи, да. То есть ты будешь жить, вот, ты будешь жить, чувствуя себя, как будто ты растешь в какой-то бизнес-корпорации, а не в семье, да, где любовь и тепло. Из-за этого ей может быть трудно идти на компромисс. Также будет трудно позволить кому-то другому взять на себя инициативу, пока она заботится и служит своей семье, да. То есть, опять же говорю, эти дома холодные, эти дома структуризированные, эти дома похожи больше на корпорации бизнес, чем на дом, там, где любовь и уют. Хотя она может быть выдающейся, успешной, зажиточной, богатой женщиной, здесь может быть 100% классно с точки зрения карьеры, но в ее семье пусто, холодно и неуютно. Женщина, ориентированная на карьеру, настолько сосредоточена на собственном успехе, что у нее нет времени ни на что другое. И в конечном итоге окружающие лишаются ее заботы, любви и внимания. Если вы подумываете, заканчиваю семья, если вы думаете о создании семьи с любой из этих семи типов женщин, да, вам следует тщательно подумать, готовы ли вы справиться с проблемами, которые связаны с вот этими типами женщин. Хорошо, дорогие, спасибо за ваш просмотр, за ваш суппорт, благословение. Оставьте ваше мнение или какие-то другие типажи в описании. Я уверен, есть больше вещей, да, и благословения вам, дорогие, увидимся в следующем уроке. С Богом, пока.